В этом уроке речь пойдет о работе с классами элементов. Методов здесь не так много, всего 5 штук. Начнем мы с метода, который позволит нам определять, обладает выбранный элемент каким-либо классом или нет. Метод называется hsClass и возвращает булевое значение, в зависимости от того, принадлежит метод классу или нет. Следующие два метода позволят нам либо добавлять класс к элементу, либо удалять. Первый метод s, addClass, добавит переданный в качестве параметра класс ко всем элементам из набора. А метод removeClass, соответственно, удалит указанный класс из всех элементов набора. И две реализации метода toggleClass. Первый метод будет удалять класс из элемента, если он им обладает, а в противном случае добавлять переданный класс к элементу. И вторая реализация данного метода принимает в качестве второго параметра булевое значение switch и будет работать с классом в зависимости от значения этого параметра. То есть, если switch true, то будет добавлять к элементу, переданный в первом параметре класс. Если же false, то удалит его, если на данный момент элемент таковым обладает. Уверен, что никаких сложностей у вас здесь возникнуть не должно, но тем не менее рассмотрим пару примерчиков. Открываем документик класс start. Здесь я для пущей наглядности добавил еще параграфов и через одного присвоил им класс S2. В браузере это выглядит вот так вот. Цвет текста параграфов чередуется, начиная с красного и через один. Давайте-ка попробуем что-нибудь с этим сделать. Ну, например, изменить. Выбираем все наши с вами параграфы. И к полученному набору применяем метод toggleClass. В качестве параметра передаем ему название нашего класса S2. Сохраняем документ. Идем в браузер. Обновляем страницу. И видим, что теперь цвета чередуются с черным. То есть, те элементы, которые обладали данным классом, больше им не обладают. А те, у которого его не было, теперь стилизованы в соответствии с ним. Снова идем в Trimweaver. Настолько элементарные эти методы, что даже не знаю, что еще вам показать. Давайте-ка здесь данный код закомментируем. И попробуем что-нибудь такое написать более-менее приличное. В общем, сделаем так. Запрограммируем действие клик, событие клик, на каждый из наших параграфов. Теперь, если наш параграф обладает классом S1, мы выводим соответствующее сообщение. Мол, данный параграф обладает соответствующим классом. This element has класс S1. И изменим его значение. Опять же, работаем с указателем this. At класс S2. И удалим. Вернее, сначала давайте-ка удалим класс S1. И добавим класс S2. И аналогичное проделаем со всеми остальными нашими классами в документе. Копируем эту конструкцию, чтобы не тратить время на набор кода. В общем, если элемент теперь обладает классом S2, выводим соответствующее сообщение, удаляем данный класс и присваиваем класс S3. И аналогичную манипуляцию проводим с уже классом S3. Только присваиваем теперь значение S1. Если же у нас элемент вообще не будет обладать классом, то вводим сообщение соответствующее. И просто добавляем ему класс S1. Сохраняем документ. Идем в браузер смотреть, что мы тут с вами наколдовали. Обновляем страничку. Кликаем по параграфу. Данный элемент обладает классом S2. И видите, класс изменился на S1. Теперь кликаем на S3. Раз. И поменялся. Можно вот так вот поиграться. Покликать на элементы. Весьма такая забавная штуковина у нас вышла. На этом закончим данный урок. И в следующем рассмотрим работу с атрибутами value для элементов форм.